Вам 78 лет. Меня расставили, вынудили быть нескромным. Он написал 15 книг, которые являются Библией для современного руководителя. Сегодня он расскажет, как изменить свою картину мира и понять чужую, почему у русских есть комплекс неполноценностей и как это исправить, и подарить зрителю 1240 евро. Мне очень откликнулась одна ваша идея, что одна часть людей уйдет в овощи и будет жить на пособия, другие станут продвинутыми. И вот поскольку наш канал, скорее всего, как раз смотрят люди, которые интуитивно чувствуют вот этот тренд, и как вот себя не обмануть, что ты все-таки идешь к сословию продвинутых, а не овощей? Да, хороший вопрос. И ответ, я думаю, что будет не совсем ожиданным. Продвинутыми будут люди, не те, которые учатся, читают, много там знают, разговор могут поддержать, а все-таки те, которые что-то привносят в эту жизнь. Все, что нас окружает, вот та техника, которая окружает, было сделано теми людьми, которые впервые в мире это сделали. Кресло. Кто-то впервые в мире сделал такое. Кресло много, но есть какая-то модель, которая пошла, и которой люди пользуются, но вот такой другой модели другой человек такой не сделал. И вот я хотел бы избавить людей от иллюзий, что продвинутость — это немного информации в голове иметь. Для того, чтобы быть продвинутым, надо эти знания куда-то применять с пользой для других людей. Но для других людей, потому что если человек зарабатывает деньги, он точно дает что-то другим людям. Другими словами, если люди посмотрят это интервью и просто испытают интеллектуальное удовлетворение, может быть, какие-то эмоциональные всплески, но ничего потом не применят и не сделают, то значит, у них шанс, что они скорее идут к овощам, нежели к прогрессивным. Дело в том, что не после каждого прослушивания что-то побежал и применил. Не так конкретно. Но в общем, статистически, ты должен делать что-то все лучше и полезнее для других по мере обучения и получения информации. Если ты на это настроен, у тебя это будет получаться, если ты хочешь это делать. Будет не сперва не получаться, а потом будет получаться. Это и дает продвинутость. Ты попадаешь в разряд людей, которые делают этот мир лучше. А не потребители этого мира, которые смотрят этот мир. Да, мир не очень хорош. Плохо постарались те, кто его мне для меня устроил. Что-то они что-то недоделали для меня хорошее. Это разные позиции жизненные. Если представить, что этот ролик будут смотреть все люди на планете. И вы бы могли что-то такое сказать, что хотя бы на какой-нибудь процент этих людей повлиять и помочь им задуматься. Конечно, дело вот в чем, что поскольку меня смотрят русскоязычные зрители, то самый главный посыл, который я хотел бы донести, это то, что надо избавиться от комплекса русской неполноценности. Вот эта неполноценность скрытая, которая проявляется в том, что люди, занимающиеся бизнесом, не ставят перед собой с целью сделать что-то впервые в мире. Они хотят заработать деньги, хотят попасть в какой-то из списочек Форда, Форбса, то есть, простите. Но так, чтобы сказал, а я вот хочу сделать что-то впервые в мире, вот я вот молодой, я хочу это сделать. В других странах таких людей довольно много, поэтому на рынке мировом нас не видно. Нас не видно в супермаркетах мира, в общем-то, не видно. И это очень обидно. А когда есть у человека комплекс неполноценности, он его начинает, так сказать, обустраивать те, что другие плохие, начинает гордостью какой-то замещать комплекс хвастовством, а внутри-то сидит комплекс этот. Вот надо от него избавиться, надо понять, что даже если ты русский человек, ты можешь что-то сделать в первые в мире. Не вообще русский какой-то, какой-то может, как Калашников, а ты можешь, если ты избавишься от этого комплекса. Если ты молод, и ты не ставишь перед собой такую цель, ты будешь всю жизнь терзаться этим комплексом, что ты как-то не состоялся в этой жизни. А всем ли это дано, создать что-то, даже жить из идеи того, что он способен создать что-то лучшее для всей планеты? Конечно, человеку с какого-то возраста уже это не дано, когда он себя похоронил, будучи молодым, уже похоронил, кресло себе поставил, я уже ничего, я могу отмунять потолок стеклянный, выше него я не прыгну. Человек в каком-то возрасте себе потолок ставит. Кто-то в 80 лет, кто-то в 90, то стеклянный потолок, я выше не прыгну. Кто-то в 30, кто-то в 20, кто-то в 10 лет. По-разному бывает. Был такой русский педагог, советский педагог Цухомлинский, который свою систему разрабатывал. Она не пошла, как все новые системы образования, они в единичных экземплярах где-то существуют. Но у него есть хорошие мысли, и одна из них такая, что когда он учеников в классе воспитывает, обязательно каждый из, скажем, из 30-40 учеников что-то умеет лучше, чем другие. Яичницу поджарить, паять лучше, кто-то бегает самый побыстрее всех в классе. Но каждый ученик что-то такое может сделать, либо уже делает лучше всех в классе. Так вот, задача педагогов каждому ученику найти, в чем он лучше всех, чтобы у него не было комплекса. Что есть кто-то лучше в этом, кто-то лучше, а он ни в чем не лучший. Вот человек начинает нормально развиваться, когда он поймет, в чем он самый лучший. Среди хотя бы 30 человек, не надо сразу во всем мире, но ты сначала научись быть лучшим среди 30, потом среди 300, потом среди 3000. Но найди, в чем ты силен, развивай это, и ты достигнешь этой цели. В чем вы лучший? В чем я лучший? Я, так сказать, в очень маленьком кругу могу себя считать лучшим. В маленьком кругу, потому что нету каких-то великих чемпионатов, где бы я там себя где-то как-то показал. Я ни в каких чемпионатах не участвовал. Но я считаю, что я точно лучше части людей в умении помочь человеку добрым советом. Если ты хочешь повлиять на следующие выпуски, то заходи в нашу группу в Телеграме. Там ты можешь получить дополнительные материалы со съемок, задать любые вопросы, поругать нас, похвалить и познакомиться с интересными людьми. Заходи по ссылке в описании в группу в Телеграме. Вы работаете вместе с вашей женой? Да. И вообще считаете ее вклад очень высоким, что вам удалось вместе сделать? Да, но просто у меня не было бы Таллиской школы менеджеров, если бы не было Хелли. Потому что мне бы было не до этого. Я не знаю, чем-то другим бы занимался. Я очень плохо отвлекаюсь на любые вещи, кроме своей работы. Я неудобный человек в быту. Поэтому я очень благодарен, потому что Хелли и руководитель этой школы, она директор нашей школы. Вся школа руководит. А я веду себя как вольно-наемный. Или с чем бы сравнить. В прошлом году 50 лет отпраздновали. В прошлом году вместе в нашей жизни. Спасибо. Это очень интересен ваш личный кейс, потому что существует стереотип, что с родственниками, или тем более со второй половинкой, лучше вместе не работать. Не дай бог какой-то конфликт. Потом и на бизнес кажется, и на личную жизнь. Как вам столько лет удалось вместе сочетать и профессиональную деятельность, и личную? Видите, просто Хелли меня терпит. Не каждый бы меня терпел. Да, Хелли меня терпит. И она очень предана и делу, и мне. Она без дела сидеть не может ни минуты. Как вам удалось такую женщину привлечь? Как удалось? Дело в том, что Хелли очень хорошо разбирается в людях. Очень хорошо. Она как рентген видит каждого человека. Ну и меня тоже просветило. Увидело, что, в общем, получится, наверное. Так, это простой ответ. А длинный я не буду рассказывать. Пойдем дальше. Как, на ваш взгляд, отличается мышление женщины и мужчины? Ну, видите, отличий очень много. Женщина все-таки настроена на сохранение достигнутого больше. А мужчина больше на завоевание нового, получение нового. Значит, разное мышление на сохранение, поэтому женщины мастера формы. И чтобы сохранить что-то, все сохраняется в некоторой форме. Когда вы мысленно изложили на бумаге, вы придали им форму. Когда они у вас в голове, они бесформенные. Они мелькают, уходят, приходят. А форму сохраняют на бумаге. Придали форму им. И вот женщины мастера формы. А мужчины мастера содержания. Из-за того, что женщины мастера формы, их небольшой недостаток, когда они руководители, что они очень много придают внимания внешнему поведению человека и его словам внешних. То есть, если он себя как-то некорректно ведет, для них это очень неприятно. А мужчина, главное, чтобы дело делал. А как некорректно ведет, смотрит, что он полезен, не полезен, дело делает, не делает. Женщина тоже, если она видит, что он все-таки полезен, даже если он не воспитан достаточно, то она может претерпеться к нему и с ним смириться. Но если она не знает, что он хорошо делает, если человек имеет плохие манеры, может просто не разговаривать дальше. Чтобы он шел в другую компанию. То есть, по внешним проявлениям больше делают заключения, чем по результатам. Как вы относитесь к сегодняшнему такому тренду на феминизм? Ну, знаете, человечество развлекается. Знаете, дети развлекаются, и человечество развлекается. Оно доразвлекается. Оно доразвлекается. Дело в том, что я... Образ же такой. Потом я поправлюсь, а сначала скажу основную мысль. Что женщина едет по жизни на автомобиле с ближним светом фар. Она объезжает разные ямки, камушки, прохожего не забрызгает из лужи и так далее. А мужчина едет с дальним светом фар. Поэтому он часто натыкается на что-то там. Кого-то может обрызгать. Да разница такая. Женщина едет аккуратно и хорошо, но не туда. А мужчина едет туда, но не аккуратно и может и аварию сделать по дороге. Так вот, женщина едет хорошо, но не туда часто, куда надо бы ехать. Поэтому если женщины будут рулить там армией, человечеством, они не туда зарулят, если они останутся женщинами. Но теперь же переделывается пол. Я думаю, все женщины, которые такую интенцию имеют, мужскими делами заниматься, она заодно и пол поменяют. Не эти, которые сейчас живут, а следующие. Если это будет продолжаться, если эта идея лишить человека пола, если она, так сказать, будет продолжаться, будет завоевывать массу. Не знаю. Хотя трудно тут гадать, что будет. Потому что этим распоряжаются не люди, а социальная технология. Она так вот складывается. Я хочу вернуться к основам, потому что нас точно будут смотреть люди, которые слышали про вас, хорошо вас знают, читали ваши книги. А есть кто-то, кто может даже первый раз с вами столкнется. Вот я специально для таких людей хочу разобрать основу вашей системы. Как вы говорили однажды на своем выступлении, что ваша система базируется на двух понятиях, которые, кстати, сегодня в обиходе у многих людей. Они даже не знают, может быть, что это вы, авторы этих идей. Первое – это термин «картина мира». А второй термин – это твердое и пустое. Вот для тех, кто не знает, что означают эти понятия, могли бы вы кратенько объяснить, что означают эти термины? Хорошо. Значит, «картина мира». Дело в том, что, собственно, такое «картина мира». Вот мы находимся в какой-то ситуации. Я нахожусь, вы находитесь. Вот Михаил находится в какой-то ситуации. Мы все в одной ситуации, но каждый о ней расскажет по-разному. Каждый о ней расскажет по-разному. Есть что-то общее в этом рассказе, что-то разное. Иногда эта разница может проистекать от предположения того, что человек в этой ситуации ожидал. Бывает, человек ожидает что-то от ситуации и ищет подтверждение, что именно она такова. Иногда их находит, он не видит, что она не совсем такая. Иногда человек, наоборот, ищет подтверждение, а ищет, что не так. И он, наоборот, противоположно занимает позицию, чем ту, которую ожидал. Тоже промахивается. Но важно, что у каждого есть свое представление, в какой ситуации он оказался, как в этой ситуации он сам может поступить, как в этой ситуации могут другие поступить, что в этой ситуации хорошо, выгодно, что честно, нечестно, что красиво, некрасиво. Вот представление – это и есть «картина мира». Попробую резюмировать, как я это понял, что «картина мира» – это некий набор представлений, оценочных суждений человека о реальности, в которой он в том числе сейчас находится. Важно, первое, осознавать, в какой картине мира ты находишься, в какой картине мира находится твой собеседник, напарник, партнер или коллега. И, исходя из вот этих двух картин мира, помогать людям менять эти картины мира, для того, чтобы они достигали тех или иных результатов. Да, если ты помогаешь. Да, если ты помогаешь. Иногда ты не помогаешь, ты помогаешь себе иногда. Но это сейчас мы не касаемся. Но я хочу обратить внимание, это не суждение какие-то о каких-то идеях, а это суждение о возможном поведении. Вот это акцент важный. Человек, как он себя чувствует, он может вести что его, что не его. Картина мира состоит из наборов поведений своих и чужих и оценок этого поведения, как выгодное, невыгодное, возможное в этой ситуации, невозможное, физически возможное, невозможное, морально возможное, невозможное и так далее. Вот лабиринт жизненный, в котором ты оказался, ты видишь лабиринт, ты по нему можешь пойти, а когда тебя в стенку, в твоей картине мира стена, тебя двигают туда, тебе больно, ты сопротивляешься. В твоей картине мира нет прохода туда, а поменяют там проход, тогда ты пойдешь с удовольствием, там проход есть, что сопротивляться. То есть другой образ – это лабиринт. Но в моей книге, которая стала популярной, там большая глава посвящена контине мира. Не два слова, там большая глава посвящена, примеры разные и так далее. Но это очень перспективное понятие, конечно, поэтому многие его теперь используют. Мне кажется, это такой термин, который вы сформулировали, он действительно живет в обиходе людей, я очень часто слышу это в разговорах, и для людей это стало таким привычным словосочетанием. А чем, на ваш взгляд, отличается картина мира в среднем, человека, которому сегодня в районе 20 лет, от поколения людей, которым сегодня 50 плюс? Есть ли разница? Первая разница, которая бросается в глаза, это то, что у человека, который постарше, все-таки слово «должен» играло роль гораздо более значительно, чем слово «хочу». Вот процент того, что «должен», процент «хочу», он сильно поменялся. У молодежи «хочу» превалирует над «должен». Превалирует. У более старшего «должен», вот остальное «хочу», вот в рамках того, что я должен, я должен это делать, но я хочу еще тот и тот. А здесь вот я хочу этот, ну чего-то я там должен буду делать. Вот это разные акценты, во-первых. Во-вторых, молодежи сказать неправду не является моральным поступком, в смысле с негативной оценкой. А морально? Нет, нету такого представления. Соврать это, ну, это как бы это само собой, что это нормально. А это сейчас такое поколение? Или это всегда? Нет, нет, нет. Или это всегда? Молодые, более склонные? Нет, 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 нет. Молодые, конечно, более склонные, но раньше были молодые, это дети склонные, а сейчас молодые склонные уже, там он еще и до 50 все молодой в этом плане. Вот. Сейчас, ну вы понимаете, во всем мире мораль стала разрушаться, вы же это видите, правильно? Вот. Там можно считать, что кто-то считает своей задачей разрушить мораль человечества, чтобы человечество стало аморальным. Можно так не считать. Я не считаю, что миром управляет там какое-то правительство, я считаю, что миром управляет социальная технология, которая живет по своим законам и развивается, а человек просто, ну, вот в этой находится ситуации. Как, скажем, в ситуации какой-то бури, вы идете там по улице, куда-то вас несет, вы куда-то стараетесь сесть, но, в общем-то, вы не владеете тем, куда вот там несет. Вот так же социальная технология, она сама по себе развивается, и человек является ее, собственно, так сказать, в значительной мере объектом, а не субъектом поведения. Окей. Давайте второе понятие раскроем – твердое и пустое. Что это такое для тех, кто никогда не слышал эти понятия? Ну, так скажем, попроще попробую объяснить. Есть твердое и пустое. Человек обещал, клялся, что сделает, и даже не приступал. Это пустое. А человек, ты на ходу сказал, что сделаешь там в среду, позвони тому, спроси, ты в четверг спрашиваешь, сделал? Да, сделал, все, как говорят, все. Ты только на ходу сказал, даже не повторял твое задание – сделал. Это, говорю, вот все есть пустое и все твердое. Вот, это твердое и пустое. Для чего… Так, теперь дальше. Для чего категория твердое и пустое? Для чего? Потому что комбинация твердого и пустое всегда дает пустое. Вот ты сделал все правильно, одно белое неправильно сделал. Все, не работает. Ты, скажем, поехал с друзьями, позвал на дачу друзей, там с корзинками поехали, загрузились, там хорошо, трое друзей старых, проведете время на даче, подъехали, а ключ забыл. Два часа ехали, теперь на два часа обратно за ключом, где-то испорчен выходной. Вот. Все хорошо, только ключ забыл. Я так кратко говорю, что пустое и твердое надо различать, твердое на что можешь опереться, пустое – то, что нельзя опереться. А я твердое, пустое, а в твоей картине мира? У тебя в картине мира то, из чего ты исходишь. Бывает твердое, ты руководствуешь этим, и все получается. А бывает пустое, ты этим руководствовался, раз, столкновение с неожиданностью, не получилось, потому что у тебя бы пустой элемент в картине мира. Теперь радуйся, что не получилось, ты сможешь пустой элемент заменить на твердое. И ты понимаешь, что твоя ошибка – это большая радость, любая ошибка, потому что она помогает тебе строить более адекватную картину мира, и ты становишься успешнее, успешнее в этой жизни. Если ты свои ошибки анализируешь. Вам 78 лет. Вы родились в 1942 году. Правильно. Таллиннскую школу менеджеров вы открыли в 1984 году. Я тогда даже еще не родился. А в 2014 вы открыли свою онлайн-школу. Так. Вот как вам удается уже в достаточно зрелом возрасте так адаптироваться под современные технологии и изменяющиеся реальности? Да нет. Почему адаптироваться? Мне не надо адаптироваться. Я живу в реальности. Я живу на свете. Я не приехал откуда-то, и мне надо адаптироваться. Почему вы говорите, адаптироваться надо? Я живу в сию минуту и все время жил здесь, в этом мире. Я не с того света пришел, чтобы не адаптироваться к этому. Ну как? Адаптироваться – это меняется вокруг какие-то обстоятельства. И бывают люди успевают заметить эти изменения и в том числе развиваться в соответствии с этими изменениями. Бывает, что реальность убежала. В этом смысле все люди все время адаптируются к чему-то, правильно? Жизнь все время меняется. Все люди к чему-то адаптируются. А есть, которые не адаптируются и отстают от паровоза. Есть такие, наверное. В этом смысле, да. Потому что я думаю, что не так много людей, кому уже за 70, и они в активной жизненной позиции совершают новые шаги в своей жизни, ищут, двигаются вперед, создают онлайн-проекты, как в вашем случае. И на этом примере нашему президенту России 68 лет. Как вы считаете, он адаптировался под изменившуюся реальность? Он актуален сегодня? Я не знаю. Если бы я с ним поговорил, может, я бы мог ответить на этот вопрос. Но так я не могу сказать. Я знаю, что многие обыграют возраст. Обыграют возраст, так сказать. На это обыгрывание есть стандартный ответ. Не дождетесь, да. А что там внутри, я не знаю у человека. Один бывает старый в 40 лет. Нечем с ним разговаривать, состарился уже. А другой, может, и 80 лет, и 90-е есть о чем поговорить. Откуда я знаю президента? Я с ним не виделся. Не знаю. Я его просто не знаю. А как вы относитесь тогда вот к людям, которые, ну, большинство же не знают, да, напрямую, не знакомые, там, ни с нашим президентом, ни с другим, что они там формулируют какие-то радикальные позиции? Либо радикально за, либо радикально против. Как вот все-таки человеку формировать свою гражданскую позицию? Потому что мало же кто напрямую взаимодействует. Человек нормально может заниматься политикой тогда, когда, делая свое дело, он уперся во что-то, что решить можно только политическими средствами. Тогда он точно знает, как он в политическом плане хотел бы изменить общество. Потому что он это уперся. Он не может дальше свое дело делать. Если мы говорим о гражданской позиции, я не говорю о профессиональных политиков записных. Это другая категория людей. А умозрительно заниматься политикой, ну, это либо развлечение, как называют, типа, диванная политика, ну, какое интеллектуальное развлечение, да. Либо же это профессия, где ты надеешься там куда-то попасть во власть, чего-то с этого иметь, или там чего-то поменять, если ты еще до сих пор не понял, что революционеры это, так сказать, ну, люди такие, которые, ну, такой, как называется, сложной судьбы, так сказать. Люди сложной судьбы. Как про девушек говорят, люди сложной судьбы. Революционеры сложной судьбы. Почему? Потому что после революции революционеров-то устраняют, как правило, да. Вот. Поэтому им хорошо, если революция не случится. А случится потом в разочаровании будут. Давайте поговорим немножко про две актуальные темы сегодняшнего дня. Вот. На нашем канале у нас недавно вышло интервью с Робертом Киосаки. И он утверждает, что нас всех в ближайшее время ждет крах доллара. Так. Поскольку вы эксперт в социальных технологиях, то они, конечно, напрямую влияют на экономику. Вот ваш прогноз, что произойдет в ближайшее время? Вы знаете, я про доллар, это надо быть специалистом в этом вопросе. Я вам скажу лучше про другое. Банки превращаются, значит, в отделение, в департамент, одни из департаментов полиции. Они все больше в эту функцию входят. Раз. Это вижу. Теперь банки перешли к работе по понятиям. И правительство перешли к работе по понятиям. Что это значит к работе по понятиям? Раньше, скажем, банки, другие инстанции, они руководствовались законом или же, скажем, противоречим законом, но ведомственными инструкциями. Все равно бумажными. Да, закон противоречил Конституции, ведомственные инструкции противоречили закону. Я не на это хочу обратить внимание. Но раньше было черным по белому написано, что надо делать, что не надо, что правильно, что неправильно. А теперь на банках, я это заметил, дополнился такой жанр, как устная рекомендация. Если вы ей не будете следовать, у вас будет, так сказать, вам, наверное, банк не нужен. Ну а где это написано? А нигде. Будете спрашивать, тоже не нужен. Я утрирую немножко. То есть это работа по понятиям. Где не написано? Но надо понимать. Не написано, но надо понимать. Вот. Это одна тенденция. Вторая тенденция. Мы видим на истории этой с такой отчасти смешной, отчасти трагической, с ковидом и с пандемией, мы видим четкую вещь. Просел средний класс очень сильно. Так ведь? Это так? А что такое средний класс? А это тот класс, где больше всего вертится кэша наличных. Больше всего. Вот мелкие предприниматели, они с кэшем очень много работают. Я живу на Тенерифе, здесь строители всех любят кэш. Очень трудно, так сказать, далеко не с каждым можно договориться, чтобы там на счет перевести. Это источник поддержания кэша. А тенденция, почему банки превращаются в депорталии в полицию, взять под контроль, конечно, всех. Это естественно. Чтобы управлять всем этим. Если мы глобализировали мир, надо им управлять как-то. Пока ты это не взял себе сюда, ты управляешь только частью. Но если ты все взял сюда, ты должен этим управлять все, что взял. Как же? Это все твоя собственность, ты должен ей научиться управлять. И кэш мешает этому. Мешает. И поэтому вышибается средний класс, чтобы ликвидировать кэш как таковой, и мы будем только карточками. Я говорю, как тренд, который я вижу. Переход карточками. И средний класс – помеха этому. Средний класс. Его труднее всего заставить работать, так сказать, без кэша. Все эти тенденции говорят, что после того, как исчезнут наличные, то вы будете получать столько, сколько вам, и столько с вас будут налогов брать. Уже вам могут даже, не надо вам рассказывать, какие налоги. Вы будете получать, что дают, и будете говорить спасибо. И не спрашивать, почему, какие налоги. А зачем вам это знать, все равно там автоматически все с вас снимут. Кэша у вас нет. Значит, появится, тогда и доллар, как кэш, исчезнет. А тогда, собственно, и будет какая-то, так сказать, в зависимости от степени глобализации, будет какая-то единая валюта. Но общество самонастраивающееся. Общество придумывает какие-то другие способы взаиморасчетов. Вот мы скоро начнем видеть, что придумали предприниматели, что придумали там айтишники, что придумали такого, до чего уже не добраться будет. Потому что каждое оружие, оно имеет контроружие. Придумали копье, придумали там и меч, придумали и щит. Это всегда так человечество развивалось. Придумают, что надо только безналичное, придумают противоядие какое-то. Вот эта тенденция, мне более интересно за ней наблюдать, чем за то доллар будет, евро, там юань будет, или какая еще валюта. Это далекие от меня вопросы. Они мне, что будет, то и будет. Я на них повлиять никак не могу. А вот на вторую, может быть, мне что-то там где-то я найду свое место в этом процессе. А на это я повлиять никак не могу. Мне это неинтересно. Говоря про вашу школу, я, поскольку проходил одну из программ, то там такая есть интересная социальная механика, что есть контент, а есть участники, которые отвечают на вопросы и сами по себе тоже создают контент, да, так сказать, обмениваются друг с другом мыслями. Это ваша была идея? Да, это векаут тренинг, это моя технология, да. А вот интересна статистика. Какой процент людей действительно активно играет вот в эту социальную игру, а какой процент просто смотрит? Потому что я вот признаюсь, я через какой-то момент сдался в этом участвовать, и я понял, что мне просто хочется контент слушать. Да, но если вы это проходили, то вы, значит, получали баллы какие-то, правда? За свои задачи. Верно. Получали. Ну, значит, вы, наверное, не набрали баллов, чтобы получить наш диплом. Абсолютно верно. Я поэтому и спрашиваю, для меня это вообще не являлось мотивацией. Вот именно как только баллы пошли, я сразу, о, все, мне это неинтересно. А при этом у меня есть друг, который, наоборот, он там прям соревновался, он хотел больше баллов. И вот хочется понять статистику. Какой процент людей как бы соревнуется, так сказать, в эту игру, играет баллы, им диплом важен, может быть, еще какие-то механизмы. Я точно не скажу, но примерно, если я правильно понимаю, потому что я сейчас занимаюсь другим курсом, там уже много статистики, которой я не владею, но более-менее думаю, что я правильно скажу, что 85% доходит до диплома. А это значит, что они набрали необходимое количество баллов. И как вы говорите, в эту игру они играли. А еще какое-то количество получает диплом с отличием. Это надо больше баллов набрать. Есть люди, которые просто стараются именно диплом с отличием получить. И я как двоечник тогда вашей программы, помогите мне понять, какой вот этот социальный мотиватор, потому что вот то, что вы говорите 85%, это очень большая цифра, да, очень большая доля людей, которые действительно соревнуются. А что является вот этим драйвером? Почему они это делают? Я тогда вас уточню. Скажите, вы сами оплатили свое участие или нет? Конечно. И вам не жалко было денег, что вы полноценно не учились? Ну, мы можем не совпадать с вами в оценке. Я, конечно, считаю, что полноценно. Мне просто интересно понять мотиватор, почему люди так действуют. Дело в том, что-то по-другому спрошу. Вы занимаетесь сейчас любимой работой? Ну, вот прямо сейчас особо. Любимой. Вот. А много людей, которые пришли учиться, у которых нелюбимая работа, которые хотят заняться любимой работой, хотят изменить свою ситуацию жизненную, больше зарабатывать, заниматься тем, что им нравится. И поэтому они точно пришли учиться. А если вы, в принципе, довольны жизнью, на этом этапе, конечно, потом вы захотите что-то другое, но на этом этапе довольны жизнью, то для вас обучение менее актуальное. Это как вам будут рассказывать о болезни, и как это лечится, а вы сами ее не болеете. Ну, вы послушайте из любопытства, но ваш интерес будет совсем другой. С этой точки зрения, да, но все-таки если посмотреть на большинство тех же онлайн-курсов, то сегодня основная проблема – это, в принципе, доходимость. Люди покупают курсы, и вообще до финала не доходят, несмотря на какой-то интересный контент. А у вас есть вот эта механика социальная, и если цифра даже не точная, но очень близкая к точной – 85, это очень большой процент. Тем более они не просто доходят до финала, а еще и участвуют, выполняют задания. И я хочу понять, какой социальный механизм вы заложили, который вот так стимулирует людей. Видите, технология краудтренинг – это не просто название. Я столкнулся с тем, что я обучаю людей, и курсы, когда я очно обучаю, они не дешевые. Не дешевые курсы. А есть много людей молодых, которые хотели бы учиться, им не по деньгам на эти курсы пойти. Много людей. С другой стороны, довольно много учатся людей из удовольствия. У них деньги есть, но хотят меня послушать, прийти. А те, кому надо, у них денег нет. Меня это все время как бы тревожило. И теперь, когда началась эра онлайн, я понял, что надо построить такой курс, чтобы он давал бы даже больше, чем очные курсы, но был бы дешевым, надежным, понятным и эффективным, а главное массовым. Он не может быть дешевым, если он не массовый. Массовый. Посмотрел на то, как делается онлайн у других. Значит, ну там дают тоже задания, дают, но кто проверяет эти задания? Проверяют там, скажем, сам лектор. Много он проверит заданий? Нет. Тут до массовости далеко. Когда задевают такой курс, то начинает с энтузиазом проверять, потом перестает проверять, потом дает проверять каким-то своим помощникам, которые не очень в теме. И люди разочаровываются и бросают курс, потому что, я отсылаю, мое задание не проверяют или проверяют непонятно кто, непонятно какие оценки. Поэтому построил технологию, которую, опять-таки, взял систему Форда за обратиться, должно быть дешевое, надежное, качественное, массовое и много лет на рынке, так сказать, никуда не девающиеся. И построил такую технологию. Вам видна подводная, то есть надводная часть технологии. У технологии есть подводная часть. И поэтому это другой эффект, конечно, потому что специально строилось для того, чтобы люди держались. Вы часто говорите о том, что у вас есть цель за пределами жизни, вы ее не озвучиваете, а будет ли момент, когда вы ее рассекретите? Нет. Потому что, потому что банк настанет, когда меня не будет. Он настанет, но когда меня не будет. Не знаю. Я не знаю. Нет. Если я достигну преждевременно, что маловероятно, то я, конечно, ее, вот скажу ошибся, вот это я достиг, вот это и была цель. Я думал за пределами, но что-то зажился на свете и пережил того, что надо. Когда человек переживает свою цель, ему остается доживать. А нет более скучного дела, чем доживать и ждать, когда умрешь. Это скучно. Надо всегда, так сказать, к цели идти какой-то, чтобы события были, ошибки были. Ошибки разнообразят жизни. Перейдем к финальным блоку. Блиц. Это короткие вопросы, это короткий ответ. Попробую. Итак, бизнес это? Вариант самореализации. Деньги это? Печальная необходимость. Любовь это? Замечательные чувства. Жизнь это война или жизнь это любовь? Микс. 50 на 50. Вы считаете себя человеком, который делает этот мир лучше? Да. Почему? Потому что я все время этим занимаюсь. Меня заставили, вынудили быть нескромным. Вы меня спросили, я делаю этот мир лучше? Я ответил, да. Это же было нескромно с моей стороны. Но вы мне не оставили выбора. Потому что другой ответ меня неправда будет. Понимаете? Вот видите, у меня даже царапнуло, что вы меня вынуждили быть нескромным. Последний наш традиционный вопрос. Если бы вы сейчас сидели на моем месте и имели бы возможность задать сами себе вопрос, что бы вы сейчас себя спросили? Что бы я спросил? Что бы я спросил? О, поставили в тупик. Ну, поставили в тупик. Что бы я сейчас спросил? А, тебе понравился парень, который тебя интервирует? Да, понравился. Мы с вами можем предложить людям написать что-то в комментариях под этим видео. И самый лучший комментарий, который окажет наиболее интересным, получит какой-то подарок. Давайте выберем, что бы вы могли ему подарить такому человеку. Ну, видите, поскольку сейчас такое, куда-никуда поехать нельзя, значит, может только что-то онлайн. Значит, конечно, подарил бы такое участие в моем замечательном курсе онлайн 10-месячном. Подарил бы, подарил бы, но не совсем бесплатно. Чтобы он 10 евро должен нам перевести. У нас в магазине есть, можно карточкой перевести 10 евро. Тогда он получит курс, который стоит 1250 евро. Просто бесплатно оно развращает людей. Что человек должен написать в комментариях. Человек должен придумать, что бы он, с учетом его возможностей, способностей, данному благодарной природы, мог бы оставить после себя человечеству полезного. Не важно, большое ты, маленькое, пусть маленькое, но оставить что-то полезное. Лично он. Что бы мог бы. Это не значит, что он поклялся, но он прикинул и мог бы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok